Представляет компанию Elite Boxing Promotions при поддержке Степана Черновецкого. На профессиональном ринге провел 29 поединков, одержал 28 побед, 12 из которых досрочно. Экс-чемпион мира по версии WBC, из проворот Айсмен Виктор Пуссан. Виктора у них двое детей, прекрасных малюків, возрастает зараз, які народився, власне, напередодні бою з Кроуфордом. Двое сыновей, действительно, такой подарок перед поединком против Тернсу Кроуфорда. Да, мы помним, это единственное поражение Виктора Пуссана от лучшего боксера на сегодняшний день. Это, бесспорно, Тернс Кроуфорд объединил впервые в истории. Оооо, ой, начало. Вот вам и простой в 14 месяцев. Ну и Наджмединов тоже не подарунок. Мы знаем узбекскую школу боксу. Дуже серьезная подготовка была до этого поединка у Джамшитбека. И мы будем сподіваться, что Виктор оговтается и умеет убить этот бой. Да, еле устоял на ногах Виктор Хостел. То, что одержит удары, видите, хорошо. Больше тут его так повело от неожиданности. Прозвище у Джамшитбека «The Champion». Я успел он пока что стать только чемпионом Узбекистана. Небезопасно отвечает уже на атаку украинца узбекский боксер. Да, как для начала Джамшитбек Наджмеддинов казался очень непрост. Ну так, уже здивував багатьох, довів, что приехал сюда не номер выбирать. Погволяет себе с бывшим чемпионом мира боксировать с опущенными руками. Вот сейчас вроде одумался. Покузно пробил Виктор Ктулуб. И пропускает снова Виктор на зустріч. Коснусь перчаткой канваса ринга Виктор. Референ не считает, что это был нокдаун. Но куда бы на Джамшитдинове есть? Это мы уже увидели. Да, и очень опасно он бросает, казалось бы, заметный левый. Такой даже, я бы сказал, свинг. Треба Виктору выкласти перевагу у довжині рук, на дистанции попрацювати. Зараз спокійно довести до кінца цей раунд. Да, заставляет наш лучший чемпион понервничать всех, кто за него болеет. Ждем конца этого раунда. Нужны правильные слова в углу Виктора, чтобы найти все-таки противоядие против этого удара слева. Так, в пути там Александр Полищук и Дмитро Козий. Левый боковой плечо. Так, просто втрата в ревновагу. Да, нацепился. Потерял баланс. Все там был фактический толчок. Удар. А вот здесь смотрим в размене левый боковой по челюсти. И коснулся канваса перчаткой Виктора. Вот здесь можно было бы отчитывать теоретически нокдаун. Знайшов шелепу украинца, узбейский боксер. Ну что ж, у Виктора больше досвіду. У Виктора багато важких поединок за плечами. Будем сподіваться, что все-таки сейчас увидим его действительно таким, как мы знаем. Ну, конечно же, должен быть сейчас адаптироваться к этому неудобному оппоненту. Поддержка зрителей мы слышим. Ну, с одной стороны, это очень хорошо, что вот такой неудобный парень повстречался сейчас Виктор. Ну, и Виктор сам зізнавался, что практически не бачил поединков, не было где найти поединки Наджміддінова. Те, что им надислала команда оппонента, это был буквально там один выход у ринг и півраунду. Тому вивчити детально его не было возможности. И доведеться, напевно, все-таки призвичайватися до него у рингу тут просто зараз, подчас безпосередньо бою. Натомість Наджміддінов мав досталь материалу для того, чтобы пролаштуватися и дізнатися больше про Виктора Постола. Хорошо. Контрактой пробивает Виктор. Так, с тяжкою непогана справа пробився Постол. Насколько лучше держит баланс и координацию Виктор? По сравнению с Джамшидбеком, но вот эти удары слева являются пока что какой-то неожиданностью для Виктора. Правосторонняя стойка соперника пока что неудобна для него. Но в то же время наш Айсмен должен сохранять хладнокровие. Не в цьому выборку. Мы бачим, что робит зараз Виктор Постол. Долгое время Виктора Постола не считали нокаутером. Не так много у него досрочных побед до момента поединка против Сельчука Айдина. Ну а потом уже против самого Лукаса Мартина Матисса, которых он очень ярко и зрелищно нокаутировал. Эти нокауты настолько серьезные впечатления произвели на Терренса Кроуфорда. Мы помним, как он осторожничал поединки против Виктора. И одержал победу по очкам в очень таком осторожном стиле. Бегу по рингу зараз Нажміддінов. И кинейт раунду. Добрый работал Виктор Постол в эту трехвилинку. Добрый работал Виктор Постол в эту трехвилинку. Стойкость все в порядке у Усбека. Темная лошадка. Так называют подобных ребят. Темшутбек. Команды 100 пробежают, получили замечание. Но и снова закидывает он эти удары слева. Левый, причем вот так через верх, через руку пробивает. И нетиповый свинг, я бы сказал. Да, свинг. С этой стороны устаревший удар. И так часто его можно увидеть. Чем больше его используют в вуличные бойцы. Но тут Нажміддінов действительно умеет плести его в свой арсенал. Непоганно зараз Виктор Постол знайшов голову соперника своим кулаком. Заводит сам себя Усбек. Наверное нравится то, как противостоит бывшему чемпиону мира. Для него это шаленный выклик. Да, наглости хватает Усбеку. Хотелось бы наказать, честно говоря. За такую наглость можно быть поскромнее. Низько підседаем Нажміддінов. Не дуже зручно бити его по голові Виктора Постолу. Напомним, формула боя 10 раундов по 3 минуты. Времени хватает, щоб струсити всю ржавчину Виктору Постолу. І війти в бой, і війти в своїй лучшій кондіцій. Активизувався Джамшетбек на Джміддінов. Бачили ми спробу атак. Ниже пояса там пробив Джамшетбек. Заканчивається этот раунд. Ну і ось таке покарання за зуфрабістю доконання Виктора Постолу. Кінець раунду. Плотний удар от українця. Петя, будь внимателем. Коли ти напруги в біляху, дуже широкий. Угу. Сміхи. Сміхи. Угу. Сміхи. Сміхи. Світ. Сміхи. Світ! 4 раунд очень и очень непростого боя уже сейчас можно говорить про это да начало уж так точно было очень непростым для украинца и снова длительная атака по прямой витя начал отходить что нельзя делать багато нестандартных действий выполнение джемшитбека на джемшитбека мы бачим джемшитбек на джемшитбек но вот бывает такое неудобно для тебя и все сложно я не знаю какого он может быть удобным на самом деле постойно рухается постойно импровизирует и в той же час мая сильный удар тоже время виктор контролирует пространство держит центр ринга идет вперед но как-то без ударов так часто решается на атаку наш айсман тяжело ему просчитать выйти на удобную дистанцию мы видим основное противоядие против атак украинца джемшитбек делает шаг вперед и клинчует да мы уже должны сказать что не лучшим образом сказался длительный простор простой на действиях украинца понятное дело что он тренировался поддерживал физическую форму но это все не то что дает настоящий бой топ рэнк топ рэнк промоутерская компания должна была организовать виктору бой после терранса кроуфорда по контракту но так и не организовала именно из-за этого случился длительный простой к сожалению бачима повтори еще и грязноват мы видим небезпечно идет перед головою джемшитбек бодается да мне кажется тоже нужно было бы рэхали делать замечания за такие грязные действия но это все профессиональные боксы даже такие грязные приемчики они проходят и многие как все используют даже такие легенды как Эмандер Холифилд это был из лучших таких в кавычках грязных приемов Холифилда любил он бодаться незаметно для рефери все это выглядело так неумышленно на дистанции пульта справа ударив но не так акцентованно как хотелось бы болевать у микроинского боксера одиночные атаки от Виктора Постола этого мало мы видим реагирует на них джемшитбек тут нужны связки и комбинации что было на этот раз рефери отсчитывает шайта это плохо вид этот удар мы его конечно же увидим на повторе но мы вынуждены константировать настоящий тяжелый нокдаун сжимаем кулаки сжимаем кулаки за Виктора Постола очень тяжелое поражение уже положение я хотел сказать у Виктора очень много в состоянии дроги находится украинец нужно просто понимать какая сейчас энергетика стоит в зале в начале все в шоке я же царь корпус треба перетерпит ай-яй-яй бросается джемшитбек поднимчивать нужно повязать сейчас видите прийти в себя який важный джемшит джемшитбек джемшитбек отдыхаем тут побуду на канвасе левый из Узбекистана прилетел с таких челюсть видим и дальше на добивание проходили удары от джемшитбека 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 И украинцы сейчас постараются за этим раундом. Сердце пробивает Джамшитбек. Удары в эту область так же сбивают дыхание, сами понимаете. Не влучшает Виктор. Ну, как-то очевидно для соперника працює зараз украинець. И прорахував такий перебіг поединку на Джміддінов. Треба думать. Ну, и, мабуть, не обмежуватися все-таки сериями з одного из двух ударов. Ну, тут уже водночас максимально уважно працюючи. Бо в контр-атаці на двухрічних курсах Джамшитбек небезпечный. Он уже всех в цьому переконав сегодня. Да, очень драматический поединок. Казалось, такой тюн-ап файт для возвращения в ринг. А вот оно как выходит. Наджміддінов. Да, откровенно клинчує. Узбек. А тем временем, пускай раунд заканчивается. Хорошая работа от украинца. Опять же, нужно быть внимательным. Идеть за движениями соперника. Тут и головой может пробить, как мы уже видели, узбек. Вот этот даст. Добрый нам показал этот эпизод, можно было увидеть именно выполнение. Не давать дыхать и не давать рухаться по рингу. Такое завдание стоит перед Виктором Постолом, но и, конечно же, не пропускать. В последнее время, кстати говоря, уровень бокса в Узбекистане растет. Особенно это отражается на аматорском ринге, где все больше и больше количество узбеков берут в Олимпиаду. Я даже не радовала, что все в порядке с Олимпиадским боксом в Узбекистане. Дуже сильная команда. Да, они даже сейчас переплюнули Казахстан в этом плане. И тоже всегда была сильная школа бокса. Виктор мае зібратися, мае зосереджено провести цей раунд и наступнее. Какие небезпечные на центр атаках. Нажми Дино все-таки. Хорошо, по корпусу жестко пробивает литя. Напоминаем бой десятираундовый. Викторы уже отсчитывали нокдаун. Мы не знаем, что там творится на судейских записках. Но уже нужно набирать обороты украинцам, потому что все может быть. Непогана атака, але не даёт ей розвинути джемшитбек. На выходе из клинча снова пробивает после команды. Стоп. Чем шутбек. Зачем это грязь, непонятно. Легко на ногах пересувается узбекский боксер. Ну и ответка от украинца. Ну а что делать? Не боится пока, что намазать эти слабкие стороны. Нажми Динова. Не заряжайся, все нормально. Может, действительно, после такого непростого первого раунда надто подверто почав заряжаться на достроковое завершение боя Виктор Постол и акцентовать свои удары. И это злый жар с ним зиграло. Будем смотреть. И сподіваться. Дамы и господа, восьмой раунд. Присутствует психологическая такая проблема. Все это простой. Длительный простой. 14 месяцев. Добрый простой, видите. Легко показы. Джамшутбек, что, говоря, в Манибайд уже. Я ничего не вижу. Но и на зустріч. На зустріч тогда пробувати было. Да уж, это вам не Равшан и Джамшут. Это Джамшутбек Наджмеддинов. По прозвищу чемпион. Пока что чемпион Узбекистана. Продолжение следует. Продолжение следует. Он сохраняет высокую позицию в рейтинге по версии WBC. Он там четвертый. Так, и, скажем так, ну не хочется забегать наперед. Мой шанс, он в разе хорошего завершения этого боя на бой за звание претендента. Но если он держит победу, то есть вероятность, что он проведет бой, так называемый, эллюминатор. Попал украинец, вы слышали какая реакция в зале. Да уж, валидольный бой. Ну и цей раунд дарует нам сподевания. Не поганый джеб. И в часу отступил. Виктор. И вот эта атака, когда он вернулся спиной на жмельдинов, но в часу заинтировался. Девятый раунд. Вставное оружие против левши, как мы знаем. Удар справа навстречу, правый прямой. Но как-то вот не вылетает этот удар от украинцев. Не вылетает. Встреча. Невеличкая пауза в нас виникает технічная. Під час поединку. Важно сказати на чью користь. Намагался пробить Джонджин Бек через руку, не вийшло. Подпускаем, потому что матча без ударов украинец. Зачупився за ногу Виктора Джонджин Бек. Очень опасно в размине Джонджин Бек. Лучше в разминные Викторы не входить, мы уже это увидели. Виктору, 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 Виктору. Выйти на ударную позицию. Виктору, 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 Виктору. Виктору, Виктору, Виктору. Будет вирішальний раунд. А поки що Виктор намагається атакувати соперника. Ну, зараз в котилицю б'є Джонджин Бек. Пробалює Виктора. Але тут нокдауну немає. А й добрый бій, то справа влечу. Быстро, коротко на контратаке. Але Меджміддінов непогано і тримає. Теж давайте зазначимо. Тривожний бій. Да, напрямка. Давно такого не було. Ну, і знову ми видим на повторі удар головой от узбека. Ну, от тут лучше була українець. Удар головой, он більш опасен, ніж удар перчаткой. Особливо нічого не зробив. От котилицю пробив хіба що наджміддінати. Дамы и господа, посредний десятый раунд. Ну, чтож, финальная трехминутка. Сжимаем покрепче кулаки за Виктора Постола. Наша поддержка ему очень нужна. Постол Постол в контуру за. Постол постол, 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 постол. Как мне надо. Постол, постол, постол! Встреча с потужным левым боковым на Жмідінов. Готовий був до цього виткар. Зараз три короткие на зустріч. Вязка боротьба в клинче. Аж ніяк не пасивним був в клинче зараз. Відверто. Так, ніби так відбувався вперед, над Жмідінов, але більше цього не робити. Віктор Посту на відході з клинча перебуває. З запущеними руками маневрує над Жмідінов. ПОДПИШИСЬ! Ну, я би сказав, що одна десятка Віктора Хостела, яким він може бути. Хочеться б раніше побачити такі дії і дійсно, щоб провалював, щоб зустрічав. Ещё раз вправо потрапляє Віктор. ПОДПИШИСЬ! І знову. Зараз вже розгублено вагадай на жмідинок трохи. Удары справа начали проходити українці. Жалко, що так поздно, лише в останньому раунду. ПОДПИШИСЬ! Переслідився, правильно? Віктор. Що раз вправо проходить. Ну, от, почав наказувати. А вже кінць боя. ПОДПИШИСЬ! 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 Ну, і зараз цікаво, що там за суддівськими оцінками. Бій був непростим. З тривогою чекаємо. Оглашення результату. Увіренності абсолютно немає. Я вам скажу, помню, іноді вона читували Віктору. Тяжелений бой для українця. Ось справа у вухо. Біє Віктор. Ось, після провалу суперника. Бачимо. Влучає українець. Останній раунд по столу віддадуть так точно. Ось, тут вже краще. Хоча, знову ж таки, встигає справа теж дістати українця. Наджміддінов. Ну, дивимося. Чекаємо. Я думаю, що хвилюються і тренери українця, і сам Віктор навряд чи задоволений. І, звісно, в будь-якому випадку вже появилось множество роботи. Много роботи для тренерського штаба, для самого Віктора Потсула. Цей бой потрібно не один раз просмотреть. Вся те огріхи в захисті. Нужно над ними працювати. Але спочатку давайте дочекаємося все-таки результату. Наш айсман таки не змог заморозити наглого узбека, которого можна похвалити, конечно, за нестандартність. За налаштування взагалі на бій. Но конкретно пожурить, мягко скажемо, за грязь в рингі. Віктор сам все розуміє. Сам розуміє, що не найкращий його поєдинок сьогодні ми побачили. Краще б хотілося виступити в рідних стінах. Дамі і господа, рішення суди. Владимир Личук, 97-92. Влад Борян, 98-92. Віктор Апостол. Віктор Апостол. Віктор Апостол. Віктор Апостол.